Так, Колесникова. Сухие сливки, помидоры, киви. А еще три пачки молока, мазь от артрита и садовую петрушку. Соцработник Ольга Коновалова тщательно проверяет список покупок. Может сама остаться без ужина, но подопечных свежими овощами и фруктами побалует всегда. Они мне и домой звонят, и получается, что они уже спокойно могут позвонить, допустим, что-то не заказали, могут позвонить, попросить, я приму до заказ. Трудиться приходится с утра до вечера. Клиенты требуют постоянного внимания. В домах подопечных Ольга – долгожданный гость. Оплатить коммунальные квитанции, купить и разнести продукты – не главное, по словам соцработника. С пожилыми людьми важно найти общий язык. Дружеские отношения с пенсионерами женщина выстраивает уже 13 лет. Знает и время приема таблеток, и вкусовые предпочтения бабушек. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, два помидорчика. В день соцработника, как всегда, на ногах. Разнести продукты, померить давление и поговорить по душам. Каждый день приходится быть и психотерапевтом, и другом, и жилеткой для чужих слез. Милосердие и альтруизм у нее в крови, признается Ольга. Такие же качества привела сыну и дочери. Уходила, 10 лет отработала, вроде как подумала, что устала, тяжело сумки таскать. А потом поработала в другом месте, нет, не нашла себя там и обратно вернулась к бабушкам. С ними мне как-то спокойнее, и общаешься, и поговоришь, и они тебе поделятся, расскажут там о себе. В социальной службе России почти три столетия зародилась профессия при Петре Первом. Сначала создавали богодельни для обездоленных. Сейчас помощь оказывают старикам, инвалидам, многодетным и беспризорникам. Первыми принимают на себя волну людских проблем. Так случилось и с Галиной Михайловной. Женщина поскользнулась на тротуаре возле подъезда. Одной из первых позвонила Ольге. Да, да, я вам купила молочка, творожку, сметаны вкусной. Вот и сейчас могут разговаривать по телефону часами. Но живое общение с Ольгой Галина Михайловна предпочтет любому сериалу. Она мне нравится очень. И знаете, есть такое слово – услужливая. Вот к ней это относится в полной мере. Потому что что бы ни попросил, она обязательно-то найдет и купит, и принесет. Самое трудное – это не таскать тяжелые пакеты или выслушивать жалобы о здоровье, говорит Ольга. Труднее всего терять близких. Все ее подопечные люди в возрасте. И каждый за годы работы стал родственной душой. Анна Андронова, Борис Абрамов, ОТВ.